В Киеве прогнозируют землетрясение в Кремле, но правда анонс не от геологов, а от политиков, вернее от одного ранее особо неизвестного депутата Верховной Рады, кстати, представляет президентскую партию, зовут Андрей Барна. Итак, в эфире украинского телеканала заявил, катаклизм в центре Москвы вызовет, ну далее вот, пожалуйста, цитата, марш наших военных и грохот нашей бронетехники. Ну то есть парад, который Киев собирается провести завтра в честь Дня Независимости, готовится, конечно, заранее, да только уже понятно, с тем самым пугающим грохотом что-то не задалось, что танк заглохнет в самом центре города, а то и вовсе конфуз, как на первой репетиции, когда зенитная установка пробила стену бизнес-центра. Очевидцы тогда сообщили, ДТП случилось из-за неуверенного водителя Бука, который банально не вписался в поворот. Ну, естественно, что после такого землетрясения, в кавычках, от парада, никто не поверит, ну разве что в тряску от хохота, хотя тот же Порошенко хвастается военными новинками. Есть ли повод для гордости, расскажет Вадим Заводченков. Вадим, приветствую. Добрый вечер. Ну так что, стоит ждать авторшоков от украинского землетрясения? Алексей, украинским политикам стоит хотя бы иногда задумываться над смыслом сказанного. Ведь известно, самые большие разрушения происходят именно в эпицентре землетрясения. Кстати, заглох накануне в Киеве не просто какой-то танк, а гордость и боль украинской оборонной промышленности Т-84-120 «Ятаган», существующий в единственном экземпляре. Новинкой его назвать сложно, это дальнейшая модификация танка Т-84 «Оплот», созданного для участия в тендере вооруженных сил Турции. Турки, к слову, от плодов творчества украинских ученых и инженеров тогда отказались. Главным его плюсом по сравнению с «Оплотом» являлось то, что пушка сделана под боеприпасы стран Альянса. Другим новшеством является более совершенная динамическая защита. Но вот неизвестно, удалось ли вылечить этот «супертанк» от детских болезней его предшественника. В июне украинские танкисты провалились, заняв последнее место на учениях НАТО. На трех машинах из четырех барахлил автоматический механизм заряжания и система стабилизации орудия. Ну что вы, тут в принципе не о чем говорить, поскольку все, что сейчас заявляется украинской стороной, как нечто новое, нечто самоходные артиллерийские установки, противотанковые ракетные комплексы, крылатые ракеты, все это на самом деле является произведениями советской школы. Все, что остальное, когда говорят о других системах, боевых системах и боевых платформах украинских, ну на самом деле это вызывает кривую смешку даже в том числе и у украинских экспертов и у украинских военных. Много хвалебных слов в украинской прессе перед парадом посвятили реактивной системе залпового огня «Верба». Она в шесть раз быстрее легендарного «Града», определяет координаты и в пять раз быстрее подготавливается к стрельбе. Но даже у украинских военных экспертов этот технологический прорыв вызывает скепсис. Превзойти реактивную систему 60-х годов прошлого века – сомнительное достижение, которое значительно уступает и по точности, и по дальности стрельбы, например, российскому комплексу «Торнадо-1». Перелицовка советской военной техники на Украине по-прежнему поставлена на поток. Это самоходная установка «Богдана». Тоже сделана в расчете на боеприпасы стран НАТО. Даже без экспертов нетрудно разобраться, у какой техники позаимствовали пушку. Самоходная гаубица «Мста» была принята на вооружение перед самым развалом Советского Союза. Сейчас на Украине их осталось около 165. Часть этих комплексов, похоже, разобрали, поместили пушку на шасси украинского «Краза», и вот новое оружие готово. Слушайте, ну это смешно. Там калибр 155 мм, и это все, что отличает эту систему от старой советской системы. Да, 155 мм – это калибр натовский. 152 мм – это калибр советский. Все, разница только в этом. Что касается землетрясений, то они действительно не исключены. Некоторые геофизики уверены, что скачущие перуанские болельщики, праздновавшие выход своей сборной на чемпионат мира по футболу в России, спровоцировали подземные толчки в 2-3 балла. Так что ликование украинских патриотов тоже может потрясти. Вот только не Москву, а Киев. Алексей? Спасибо. Вадим Заводченков о забавных угрозах.